10 месяцев 2016 года в промышленности прошли под знаком роста. Индекс промышленного производства составил 108,5%. Сегодня на еженедельном совещании у главы Чуваши озвучили данные за январь-октябрь. 108,5% такие итоги работы промышленности в 2016 году. Причем в некоторых отраслях, например, в обрабатывающем производстве цифра выше 108,8. Хорошие показатели у предприятий электротехнического и химического кластеров. В целом, по итогам машиностроения, по итогам года у нас закончат на уровне 18%. Показывают неплохую динамику предприятий химической отрасли. Объем отгрузки 24%, там просто 18%. Здесь надо делить как производство химической продукции увеличили объемы, так и резиновые пластмассовые изделия. Как положительный фактор, Владимир Аврелькин отметил сокращение безработицы, снижение инфляции и рост средней заработной платы по региону. Хуже погоду будут показатели в строительной отрасли. За 10 месяцев объем работ составил 94% к уровню прошлого года. Введено в эксплуатацию 430 тысяч квадратных метров жилья, что тоже меньше, чем в прошлом году. Сохраняются долги по зарплате. Почти 24 миллиона рублей задолжали своим работникам предприятия Чувашии. В этой сумме не считываются долги концерна-тракторные заводы. Фиксируется ежемесячная задолженность по заработной плате. На сегодня промтрактор погасил всю задолженность. Агрегатный завод задолженность – это 59 миллионов рублей. Промтрактор промлет – это 72 миллиона рублей. По этим предприятиям, двум, это самые большие должники, по ним ситуация действительно неоднозначная, тяжелая. Тоже не хотелось бы предвещать декабрьский наблюдательный совет у Нижкану Банка. Мы на него рассчитываем. Кроме того, составлен реестр недобросовестных поставщиков. Ведется претензионная работа на 58 миллионов рублей за невыполненную или просроченную работу. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.